Прапорщик 247-го десантно-штурмового полка Виктор Страхов впервые поверил в Бога в вашем храме. Вы хотите услышать его стихи, которые он написал? С радостью. Значит, не напрасно мы строили, раз человек поверил. Так, Виктор, где вы автора? Я возьму себе отпуск, поеду в Донецк, не снимая разношенных берцев. Там сражался мой дед, там работал отец, там должно быть и ты, мое сердце. Ротный рапорт подпишет, крутнув у виска, принимая привычно бутылку. И такая в душе поселится тоска, будто еду в сибирскую ссылку. А в брезентовом Сидоре лишнего нет, лишь иконка, да ключ от квартиры. Русский паспорт, аптечка, военный билет, фотография три на четыре. Без оружия еду, да буду в бою, на таможне не нужно драки. Камуфляж без эмблем, я один изо всех, я готовый боец для атаки. Отчего я поехал, да сам не пойму. Отчего по дороге не спиться, эта совесть нас вызвала по одному. Пересечь равнодушие границу. Ну не может Россия Донецку помочь за великое дело сражаться. Значит дело за теми, кто вовсе не прочь за своих земляков пободаться. Ухожу, казаченочки, в зону огня, чтобы трусостью жизнь не коверкать. Я не знаю, как примут в Донецке меня, как в России пройду спецпроверку. Ты прости мне, родня, что покинул уют, и жену, и детей наших милых. Если я не вернусь, они песни споют, поправляя венки на могиле. Но стихи напишу я товарищам всем, кто изгваздан и в пепле, и в саже. Но что не смогу, то АК-47 за меня все, что надо, расскажет. Чтобы правду в душе Ставропольской сберечь, повторяю я снова и снова. Я готов стать под пули за русскую речь, за великое русское слово. Продолжение следует...